Друзья, добро пожаловать на геймстезе, заведение Джекмана мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Ну что, пойдем базарить с заказчиком насчет пропавших горняков. Ты был тогда в крепости, когда медведи оборотни напали? Конечно, был. Я их лупил. И? Залупил. Гьяр. Зумя-эр на конце. Ну, чтоб прям брутальнее звучать. Гьяр. Приветствую, Ведьмак. Ну, здорово, Гьяр. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах с севера отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Жалко пацанов. Но накинь-ка сверху пару крон. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Да не. Не слишком. Где-нибудь... Вот, 320. Нормально же? Многовато. В смысле... Скоро договоримся. В смысле, многовато. На кону залежи серебра. Так что, это очень даже скромные вложения. Давай, вот так вот. Многовато. Но, думаю, мы скоро договоримся. Ты че жмотишься-то, блин, слышь? Чтобы заработать много серебра, нужно немножко заплатить, понимаешь? 310 это не так уж и много, блин. Давай, 300. Многовато. Но, думаю, мы скоро договоримся. Ты охренел? Вот ж матьара, а. Горстку крон я, пожалуй, что докину. Ради наших ребят. Ладно, договорились. Сучара. Я это запомню, нахрен. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на ней корняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. Пошел нахер. В прежние времена столько чужаков на островах не было. Да если бы не такой чужак, как я, никто бы твой заказ не выполнил. Еще жалуются, что раньше чужаков не было. Ой, у меня арафарчик-то на нуле. И здоровье покоцаны. Может, помедитировать? Но, опять же, так красиво. Вот с RTX дождливой ночью выглядит прям классно. Прям не хочется пропускать такой момент. Так что пойду под дождем ночью. Погода не к черту. А это не ночь ни хрена, это рассвет. Вон, девочка тоже оценивает RTX. Ей прям нравится отражение в лужах. Смотришь, как радуется. Вон там тоже детишки радуются RTX. Все для вас, ребятишки. Все для вас. Именно для этого я эту видюху и купил. Чтоб вы радовались. Он не пузо. Ты че, пузо? Пузо. Такое пузо прямо. Сейчас выйду на главную дорогу и позову платву. Тут, в принципе, не так уж и далеко. Можно пешком добраться. Но на платве симпатичней, атмосферней. Иди сюда, мой хорош. Че такое? Че такое? А, там тренируется кто-то? Я думал, там кто-то обнажил меч, чтобы напасть на кого-то. Да. О. Красота. Прям как кино. Че? Получено каприфоль? Ты че такое геральт подбрал? А? Ты как говно подбираешь, блин. Каприфоль. Звучит как капрофил. Ух ты. Вопросительный значок. Надо проверить. Сокровище под охраной. И оно находится подо мной. Походу, под этим холмом... Пещера. Где вход-то? А, вот. Ну и кто тут охранник? Ну, скорее всего, призрак. Так что, вот так вот сделаю. Так. Давай гром. Сразу. Угу. Ну да. Только вот не один, а двое. Погнали. Так, сразу. Опа. Ах ты, тварь. Сзади нападать, да? Все. Я был прав, призраки. Мда. Ну, я уже как ведьмак. У меня уже опыт. Какой-никакой есть. Я уже понимаю, где кто обитает. Доспех ласточки. Реликвия. Давай глянем, что за доспех такой. Че, прикинь, мне кажется, круче, чем мой. Нет. Ну, выглядит как-то по-ушлепски. Покоцанный какой-то доспех. Давай обратно. Я вот все смотрю на этот доспех и не могу понять, откуда он у меня вообще. Выглядит брутальненько. Защита, конечно, меньше, чем у улучшенных доспех школы медведя. Ну, выглядит брутальненько. А давай вот в этом доспехе я похожу пока. Буду испытывать сложности. Поменяю обратно. Наконец-то хоть волосы Геральта теперь видно. А то я уж по ним соскучился. Воротник у доспех школы медведя закрывали волосы. Только хвостик торчал. Опа. Это кто у нас там такой большой гуляет? А? А? Так, плотва. Давай-ка оставайся здесь. От греха подальше. Э, товарищ. Ты что здесь гуляешь-то? Ночью один. А вдруг ведьмак на тебя нападет, а? Циклоп. О, конечно. Грома. Давай ласточки еще. Еще вот так вот сделаю. Квенчиком. Ух ты, блин, только я наложил квен. Опа. Хорош. Не-а. Не-а. Не дамся. Иди, что-то у него такое сзади висит. Что-то у тебя такое сзади висит. Жупка поросяшки что ли? О. Жареный циклоп. Налетайте, налетайте. Кому нужен жареный циклоп? Любишь серебро? Да. Здесь стоит осмотреться. Тяжелые времена. Геральт, забери. Смотри, какой кусман свинины. Перепост циклопов ты не ешь такое, да? Циклоп зафоршмачил? А, походу, он здесь завалил торговца. Это был неравный бой, у него не было шансов. Кровь еще не засохла. Совсем недавно он это сделал. Че? А, кто-то выжил. Убежал. Сверий. Так. А, нет. Кровь еще не засохла. Походу, раненый бежал. Но я не думаю, что выжил. Скорее всего, где-то сейчас лежит тело обескровленное. Кровь еще не засохла. Ну, по-любому, умер от потери крови. Вон сколько кровища. Земля забрызгана кровью на несколько шагов вокруг. Много ее здесь. Нет. О, там еще вон накеры. Раз там накеры, значит там труп. Накеры же не падальщики. Еще слеп. Либо, когда он бежал, наткнулся на накеров. Накеры его добили. Кровь еще не засохла. Кровь еще не засохла. Ну все, понял. Ладно. Не буду больше тогда смотреть на следы. Просто двигаюсь. Тихо, парень. Оп, оп. Раз половинил. Оп. Да не, Геральт. Мы такую башку не будем вешать в седла. Недостойная-то башка этого. Эй. Что там? Опа. Тихо. Опа. Красиво было. Красиво. Давай, забирай Геральт. Кровь еще не засохла. Это женщина. Бедняжка. Еще одна жертва. Письмо к Йону. Йон, дорогой сынок. Плохая у нас удача в последнее время. Дракар, на котором муж Сигни ходил в походы, разлетелся в щепки во время последнего шторма. К счастью, Бьерн выжил, но пока его капитан построит новый Дракар, пройдут недели, а жить на что-то надо. С постройкой он не торопится. Так что сейчас проедаем запасы на зиму, а что будет потом, лучше подумать страшно. Поэтому Сингу я посылаю к тебе и от нашего общего имени прошу о помощи. Если выйдет, постарайся найти работу для Синги. А уж потом и Бьерн, и я к вам под Кайр Трольди переберемся. Может, какая работа и для Бьерна у тебя в кузнице найдется? А если оказывается так, что в Кайр Трольди сработает туго, хотя бы дай взаймы Синги немного денег, а я потом отдам с прибытком. Как только на ноги встанем. Верю, верю в твою доброту и заранее тебя за нее благодарю. Твоя любящая мать. Задание дополнено тяжелые времена. Но, скорее всего, это письмо нужно будет отнести ее сыну, Кайр Трольди. Так что пока я это задание трогать не буду. У меня пропавшие горняки. А ну-ка, подожди, Платва. Подожди, подожди. Нет, ничего нет. Все пусто. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Надо бы помедитировать. Мало ли там какая-то ворюга будет. А у меня... Вот. Теперь рафар у меня полный. Пошла! Лагерь горняков. Горняков. Может, будут какие-нибудь следы? В лагере вообще никого. Ни трупов. Оп, тихо. Слышу, волков. Ни трупов. Следы только. Крови тоже нет. Человеческие следы. Человеческая бутылка воды. Это что такое? Они наткнулись на богатую жилу. Но что-то пошло не так. Добытое им серебро, Геральт себе забрал. А и нехорошо, Геральт. Поношенная шкура. Так, все, да? В смысле, горняки? Это горняк какой-то? Он один. Тут следы одного человека. Причем? Что-то прям расстояние между следами очень большое. Он что, прыгал, что ли? А вон там, кажется, не труп лежит? Раны, как от тупого оружия. Грудная клетка вдавлена внутрь. А, бандиты напали. Да. Ну, блин, конечно. Тут серебро. Здесь кто-то полз. Кто-то со сломанной ногой. Так. Похоже, дождь собирается. Да дождь уже во все идет, Геральт. Ты что? Ты все время неправильно говоришь. Так, кто-то полз. Нифига себе. Вот здесь он полз, полз, полз. А здесь он полетел. Вот, полетел. И дальше начал ползти. А кто деревья поломал? Эти деревья сломал не ветер, а что-то... Что-то очень большое. Ага. А что? Если бы здесь что-то большое было, то оно бы оставило очень большие следы. Но здесь следы только кого-то ползучего. Неужели какой-нибудь бес? Ну, обычно бесы, когда бегут, ломают деревья. Так. Скелет. Раздробленные кости. Человеческие. Хуже, это скальный тролль. Скальный тролль. Тоже, конечно, мощный... А вот он там. Вот, вот, вот он там. Совсем рядом. Ну, я понял, короче, в чем дело. Ну, в этой же пещере спокойно себе жил, не тужил скальный тролль. Пришли людишки. Вот, увидели серебро. Начали добывать серебро. А тут скальный тролль типа «Вы там, ну-ка, пиздуйте отсюда нахер!» А людишки такие «Нет!» Началась бойня. Ну, естественно, скальный тролль их всех порешал. Деревья сломал еще. Множество ран и синяков, кости переломаны. Че это? Серебряная руда. За ней они пришли, за нее и погибли. Ага. А может, ну его нафиг? Пойду-ка я отсюда. Я не буду убивать тролля. Жалко мне его. А с ним получится побазарить, нет? Дай-ка на всякий случай сохранюсь. Вот. Может, мне удастся с ним поговорить. Как-то договориться не знаю. Людь. Людь, хрясь, хрясь. Ну и я. Чего? Да положи. Я же никакой хрясь-хрясь не делал. Слышишь, хрясь-хрясь? Я хочу поговорить. Да, я хочу поговорить, слышишь? Я побазарить хочу. А? Будем базарить? Подожди. Давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их хрясь? Они вошли в дом. Я говорю. Люди вон. Они хрясь. Хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Что, тебе прям так жалко камни, что ли? Они же не все камни, только определенные камни. Так. Это тебе даром не пройдет. И ладно. Они сами напросились. Не, ну я так не хочу. Он такой миленький. Прямо так говорит хрясь-хрясь. И зовут его хрясь-хрясь. А тот козлина мне еще и не захотел платить столько, сколько я просил. Пошел он нахер, короче. Я же сказал, что я запомню, бля. Я запомнил нахрен. Все. Надо платить. Хочешь бабла много зарабатывать, да? Получать серебро из серебряных залежей и все такое. Ну как бы будь готов раскошелиться. А он отказался. Если было так, как ты говоришь, они сами нарвались на неприятности. Я тебя прощаю на этот раз. Но если ты убьешь еще какого-нибудь человека, я вернусь и отрублю тебе башку. Понял? Нет. Много слов. Голова болит. Так, еще раз. Если ты еще люди хрясь, то я тебя вжик-бабах и бум. А? Тогда я больше не хрясь. А ты возьми вот. Ты добрый. Меня не хрясь. Так, я что-то сейчас не понял. То есть... О, 50 крон. То есть тролль согласился на то, чтобы сюда приходили люди и добывали камни. Ну, в смысле серебро. И он их не будет обижать. И он их не будет обижать. Или что? Ну, это сейчас надо к заказчику идти. К этому... Как его имя-то было? Я забыл. Он козлина, поэтому я его имя не запомнил. Чего буду всяких там козлов имя запоминать. Короче, надо с ним поговорить. И там Геральт... Скажет точно. Вообще, к какому решению они пришли с троллем. Я вот, честно, не понял. Так, там что, волки? Да. Да. Чего? Сдохни! Чего, волки? Геральт, не убирай меч. Рану убираешь. Да твою мать! Скажи, что умеешь. Чего за трупа тут лежит? Сырое мясо. Так, ладно. Тут где-то быстрое перемещение было. Дик. Дик. Её, дик. Дик. Лишь бы сильнее не лило. Прежние времена, что-то чужаков на островах не было. Гярюзу. Гяр. Приветствую, ведьмак. Пошёл в жопу. Я по поводу пропавших горняков. Горняки мертвы. Вы не знали, что там живёт тролль? Говорили, что тут такое, но... Но алчность помутила ваш разум. Не тебе нас судить. Говори, что там с троллем. Я оставил его в покое, и вам советую поступить так же. Струсил, значит. Вот ты какой убийца чудовищ. Уйди с глаз долой. Вот ты к цу... Говна кусок. Не заплатил мне, сколько я просил? Вот и получай. Ну, скорее всего, даже если бы он согласился на ту сумму, которую я попросил, я бы... Всё равно оставил тролля в покое. То есть я бы не стал его убивать. Но почему-то мне подумалось, что мы вроде как договорились с троллем, что люди будут приходить добывать серебро, а он их не будет трогать. Вот. Главное, чтобы они его типа не трогали. Ну, походу, получилось так, что туда вообще люди пусть не суются. Ну и ладно. А то, что я не получил денег, ничего страшного. Я там серебро себе взял. Серебро тоже денег стоит, причём нехилых. Правда, за то серебро, которое я там подобрал, вряд ли. Я выручу 300 крон. Но всё равно. Следующее, следующее... Что я буду делать? Следующее... А, надо письмо в Кайр Трольды быстренько закинуть. Чтоб оно у меня там в журнале не висело. Если, конечно, это не перерастёт в какую-нибудь большую историю. Так. Сюда задания. Дополнительные. Во славу богини. Победить хотя бы по разу во всех... А, это... Это гонки. Скачки. Скачки, скачки. Вот, скачки. Очень ценный рок. Так, ладно. Вот, тяжёлые времена. Доставить письмо к кузнецу в Кайр Трольды. Все они всё-таки прав, дотимы твоя. И лучшее оружие ни к чему. Откуда Геральт подбирает всякие вот эти вот растения, я не понимаю. Я думал, что он из трупов что-то достает. А это не из трупов. Здесь же никакой труп не валялся сейчас. Надо посмотреть на стройках автолута. Что-то я там не выключил. Или наоборот, включил что-то лишнее. А где кузнец? Соблюдай наши обычаи, приблуда. Ну, скажем так, что я не нарушаю ничего. Там, соблюдая я или нет, не знаю. Вот это вписывается в ваши обычаи? Что мужик просто пришёл и сел вот так вот. Я за тобой слежу. И хули, ну следишь и чё. Из тебе чё-то не понравится, ты сдохнешь. Ты в курсе? Это ещё что? Гравировка? Так вот же, кузнец. Расплавишь клинок и откуёшь заново. Или броник надо было. Эйз должен хорошо рубить. А некрасиво выглядит. Так, нет. Это тоже броник. Значит, вернулся? Я был прав, а? Не понял. Будь здоров. Вот кузнец, но я с ним не могу поговорить. А, надо подождать. Подождать надо немножко. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... Вот сейчас вот так вот сяду, подожду. И он станет доступен для беседы. Есть некоторые такие кузнецы, которые почему-то сразу базарить не хотят. Надо обязательно помедитировать. Встать перед ними на колено, видимо, надо. Интересуешься оружием? Здесь у каждого клинка своя история. Ну ты мне уже рассказывал. Вот, держи. У меня тоже есть история. Она, конечно, тебе не понравится. Кажется, это предназначалось тебе. Письмо от матери? Она пишет, что его должна была привезти сестра. Откуда она у тебя? У тебя сестра это... Так, лучше тебя об этом не знать. Я нашел... его у тела твоей сестры. Как лучше-то. Лучше тебе об этом не знать. Что? Ты ее обокрал или ограбил, так же? А теперь тебя совесть замучила? Ничего другого от такого, как ты, я и не ожидал. Проваливай отсюда, выродок блохастый. Ты охуел, что ли? Я не понял, блядь. У тебя, Инна Чародейка. Что вы им такого сделали? А ты что, Геральт, молчал-то? Я не понял. Это так тупо сейчас было вообще. Кто мог подумать, что вот так вот это все закончится? В жизни так не бывает. В жизни бы человек ответил. Нет, нет, типа, братан, успокойся. И сказал бы, что на самом деле произошло. Тут по-любому надо перезагружать. Так, где у нас там загрузка? А, тут сохрани. А это вот контрольная точка после или до? Скорее всего, после. После разговора. Так что, ну я... Тоже, блин, себе это придумали эти сценаристы. Вообще неправильно они здесь поступили. Это вообще никак не вписывается ни в какую логику. Поэтому я имею полное моральное право перезагрузить. В жизни так не бывает. Люди как бы умеют отвечать на всякие вот такие вот... Беспочвенные обвинения. А Геральт просто промолчал, типа, типа, блядь. Да, я ее обокрал, убил, зарезал, съел. На ингредиенты пустил. Но по мне лучше... Дурак что ли, Геральт вообще? Иной раз твой рот не закроешь, а иногда вон... Не в тему что-то молчишь. Так, знаешь что? Давай это самое... Да подожди, не так, не так. Почти брошу. Я очень сильно расстроился. А, блин, ладно. Так, он опять недоступен для базара. Надо, вот смотри, подойти к нему. Либо... О, величайший кузнец, можно с вами поговорить? Пожалуйста, позвольте мне это сделать. Спасибо, кузнец. Интересует... А, прикинь, сейчас вот... Я вот так вот отвечу, А он так же на меня накинется, ему скажет, Типа, это все вранье, это ты ее убил. Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. Насколько раз я говорил и ей, и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на фарерах. Надо послать кого-нибудь за телом. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Я еще как поутруждался, блин. Я даже перезагрузился. Я, говорю, сколько раз говорил им, чтобы они переезжали ко мне. Так они как бы и переезжали к тебе, вот поэтому и погибли. Ну, то есть, не все, конечно, только сестра. Ну, грустная-грустная история получилась, конечно. Приезжай. Так, дальше. Блин, эти скачки, они теперь будут там все время торчать, да? Почему вот эти вот всякие скачки, гвинты не имеют отдельного какого-то вкладыша? Почему они в дополнительных заданиях? Пусть они были бы, не знаю, там, спорт, азарт. Азартные игры, спортивные там, всякие вещи. Вот здесь же охота за закровищами. Вот. Ведьмачи заказы вот есть. Вот всяким вот таким вот тоже, всяким заданием, типа скачки, драки, карточные игры, нужно было тоже отдельно какое-то это сделать. Место. Нет, взяли, запихнули в дополнительные задания. Дополнительные задания должны быть вот типа там Дух Свободы. Очень ценный рог, кстати. Отыскать воров и вернуть украденный рог. Хольгер чернорукий и за время своих походов награбил много ценного добра. Однако мало что он ценил так, как искусно украшенный рог, который получил в наследство от предков. Должно быть, об этом знали и войны, которых он выгнал из дружины. Именно этот рог они украли, желая отомстить Хольгеру. Ярл клана Димун велел объявить повсюду, что смельчака, который отыщет пропажу, ждет награда. Геральт, который понимал в розыске лучше многих, решил присмотреться к этому делу повнимательнее. Так, ладно, вот так вот сделаем. Сразу вот так вот. Вот и... Ох ты ж. Это сюда, да. Ну а что-то ближе будет и как-то удобнее. Тут тропинка лучше, чем здесь. Здесь какие-то, блин, повороты, развороты. Вот так вот. Деревня Сунд. Фунт. Опа! Смотри, что сразу мне тут... Это же вилохвост. Ё-моё. Ну его надо кончать. Полюбасу. Спускайся, тварюга. Давай, 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 давай. А где масло? Ты куда пошёл? Эй, дура чё? Ха-ха. Пошёл он гулять. Ты не драться, что ли, спустился? Ты погулять спустился? Вот, гори. Жареный вилохвост, жареный вилохвост, нападайте, налетайте. Очень вкусно и бесплатно. А, всё, нет вилохвоста. Вилохвост сам себя закопал. Аннигилировался в пространстве, блин. Чё-то быстро его завалил. Какой-то хилый вилохвост. Хилый, как Геральт говорит. Какой-то хилый дракон. Хилый. А чё это мне навигатор точечки не показывает на миникарте? Вот это вид. Я уже здесь был, да. Вон там, вот в этом маяке ходил. Или в маяке я не был. Я был только около маяка. Призраков там что-то кончал. Там какой-то козлиный, короче, у маяка делов наделал. Тем самым, какое-то проклятие там появилось. Так. Очень живописная игра. Господи, какая ты красивая игра. А я ведь ещё и в киберпанк не играл. Там тоже очень красивое окружение. Другой сеттинг, конечно, совсем. Кто там? Кто? Кто? Вообще, проджеки-то, конечно, умеют делать красивые миры. Собственно, как и Ubisoft. Только проджеки-то ещё умеют делать интересный сюжет. Ну, у Ubisoft тоже не сказать, что прям плохие сюжеты. И геймплей у них крутой. Покруче, чем в Ведьмаке, кстати. Вот в играх Ubisoft геймплей покруче, чем в Ведьмаке. В Ведьмаке геймплей довольно-таки такой, простенький. Ну, вот как-то всё так гармонично сделано, что неохота как-то это всё порицать, критиковать. Вот в Ведьмаке геймплей... Ну, количество геймплейных механик достаточно скудно. Но при этом я уже сколько часов играю, мне не наскучило нисколько. Потому что... Потому что, потому что, блин, не знаю, как это объяснить. Спускайся. Спускайся. Причём даже на самой высокой сложности игра довольно простая. Но она простая, скорее всего, из-за того, что я очень много в самом начале лутал, очень много заданий выполнял. То есть я не побежал сразу по сюжету, а всякой мелочёвкой ещё занимался. И у меня Геральт... Быстро прокачался. Он у меня, в принципе, очень богат и очень силён. Ну, давай! На данном этапе, скажем так, сюжета, мне кажется. Потому что мне вообще всё легко даётся. Я не испытываю проблем в деньгах. Я не испытываю проблем с противниками. Ой, блин, ну чё ты... Ой. А, их же можно красиво, это самое, ронять. Точно. Как в кино. Ну-ка давай, как в кино. Давай. Как в кино. Давай. Вот. А я чё-то... Походу, не туда я вообще иду. Мне куда-то вот туда надо. А, всё, туда иду. Всё, я иду туда. Всё, правильно иду. Чё, плавать придётся, да? А нет. А, да. Опа. Да, придётся. И чё? Я здесь, что ли, буду драться? Быстрее, Герл, работай. Гнусная же. Гнусная. И чё? Куда плывём? А, вот здесь можно выбраться, да? Нельзя, что ли, держать? Ну зачем? Ну почему ты не хочешь выбираться? Да, вот здесь вот. Не хочешь? А вот тут вот. Хочешь? Вот здесь вот не хочешь? А? Хочешь или не хочешь? Конечно, хочешь. Вот. Здесь вот прыгни. Хорошо. Эй, глянь! Эй! Скелет! Что? Настоящий скелет! Слышишь? Он что-то сказал. Я ничего не... Бу... Ой! Бу-бы, какой же ты глупый! А вы как сюда забрались-то, детки? Тут эхидны летают. Вы чё? А здесь никаких пик-умор нет. Возьми меня с собой. Ребят, пошли отсюда. Вы чё здесь делаете? Ё-моё! Вас же сожрут, блин! А почему Герой с ними не разговаривает? Я ничего не знаю. Сколько тебе лет? Да сейчас это не важно, сколько мне лет. Пошли отсюда, говорю. Давайте я вас провожу домой. Странно, что Герой с ними никак не взаимодействует, ничего им не говорит. Очень странно. Может быть, это какой-то вырезанный контент, который не вырезали до конца? Ну, потому что... Это вот там вот какатрикс, да? Чё-то развелось здесь всяких летающих тварей. Там вилохвост. Тут какатрикс. Чё это он там? На козлов охотятся, что ли? Э, петушара, слышь? А, куралист. А-а-а-а, кровотечение мне сделал, да, тварюга? Да, у них же типа это, острый как бритва. Петушар, смотри, какой петушар, а. Да ёп! Тарафар. Квен. А Квен, наверное, мне не поможет. Смотри, даже блок не помогает особо. Быстрее. Ласточка, ласточка, спасай! О-о-о! Тварюга! Мощная тварь, слышь? И опасная... О-о-о, это я зря, наверное, да? У меня передоз. Двадцатый уровень. Да, блин, камера, постоянно ты неправильно поворачиваешься. Сдох! Если... О-о! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Так, взлетела тварь. Взлетела. Геральд, добивай! Добивай быстрее! Блядь! Ё-моё! Только я тут рассказывал, что мне вообще всё легко даётся, вот сейчас вообще нелегко было. И этот ворюка всего лишь двадцатого уровня. Если бы эта тварь была тридцатого уровня, или двадцать седьмого там, не знаю. Вынесла бы меня с двух тычков. Очень сильные, глубокие, кровоточащие раны оставляет эта тварь. Козье молоко. Вот ты... Опять откуда ты подобрал, Геральд? Хорошо. Вот, собственно, практически на месте. Но у меня всё очень плохо с зеленью и всё такое. Вот там ходят людишки. Это и есть те самые воры. Давай, давай, Геральд, вставай. Сразу ласточку бахаем. Нет, не серебряный меч. Я, конечно, понимаю, что некоторые люди монстры. И... Как бы... Но они не такие, Монстры. Нехорошо. Ой, нехорошо. Твою мать! Сейчас меня ещё и бандиты могут завалить. Ох ты, нихрена вас как много. Только не в костёр, Геральд. И покойнее! О-о-о-о! Блин, я на жизнь-то не смотрел. Не смотрел на жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, вот, сложности-то пошли. Вот я, походу, сглазил. Походу, сглазил насчёт того, что мне всё легко даётся. Но это моя невнимательность. Не знаю. Почему? Я такой невнимательный стал. Давай, идите, вот, посидим. Вот, идите, давай. Всё, вставай. Ласточку бахаем. Пошли. Надо, короче, сейчас что-нибудь здесь сделать. Во-первых, надо сделать гром. Вот. Теперь обратно Рафар. На чё ещё? Ну, Квен, естественно. Квен чуть позже применю. Достаем меч. И идём. Вот, теперь Квен. Сразу работаем, Геральт, сразу. Не тормозим. Вот, красиво. Так, копьё сломали. Хорошо. Ну же, херня собачья вообще. Чё я в прошлый раз так обосрался? Не знаю. Ну, айда, возьми. Мятежник. Айда, айда, возьми мятежник. Вообще же. Ерундовый противник. Как так я обосрался-то, не понял? Быстрей! Да ты слышишь, хватит блокировать ведьмачи удары-то. Как это вообще возможно, блядь? Чё там? На-то, успокойся. Кровь за кровь, блядь. Там где-то был арбалетчик. Он чё, упал, утонул, шо ли? Зайчик. Холст, сапоги, топорника. А вот, наверное, и рок. Рок Хольгера Чернорукова. Дневник, вора, часть вторая. А где часть первая? Я, кьяры, сын кнута, дважды покорил себя позором. А, блядь, не покорил? А, покрыл себя позором. Первый раз, когда бежал с поля битвы, убоявшись смерти. Щит, что я выкинул, почил на дне болот. И до самого Рагнарёка будет он свидетелем моей трусости. Во второй раз, когда по наущению Орна две головы, помог выкрасть рок Хольгера Чернорукова. Орн думает, что я хочу продать рок контрабандистам. Но я этого не сделаю. Если суждено мне жить вором и грабителем, лучше мне не жить вовсе. Единственное, что могу я сделать, чтобы вернуть себе честь, это возвратить рок на его законное место, в его родные края. У Маттёса, которому Хольгер поручил найти рок, семья живёт недалеко от этих скал. Надеюсь, что он приедет сюда вскоре на праздник равноденствия. Тогда я смог бы отдать ему украденный рок и просить, чтобы он вступился за меня перед ярлом. Молю богов, чтобы так и получилось. Да, не получилось. Ну и не виноват. Я пришёл, они даже базарить со мной не стали, сразу напали. Я же всегда за любой разговор, со мной всегда можно договориться. Причём я не какой-нибудь там алчный. Всегда могу понять ситуацию. Так, зайцы под водой бегают. Какие-то странные зайцы. Подводный заяц. Смотри. Смотри. Вообще похуй. Заяц с жабрами. А где у тебя жабра эта, заяц? Главное, смотри, не боятся меня вообще. Оба, смотри. Оп. И под воду ушёл. Они, походу, ещё и рыбу едят. Лягушек там всяких. Пойдём искать теперь дорожный указатель. Ближайший. Ближайший. Это вот сюда надо идти. Дальше. К маяку. Ближайший. Ближайше. К маяку. Тут же дырень была Или я ошибаюсь Почему-то мне не помнится, что здесь дырень была Ладно, это, наверное, где-то в другом месте было Кто там? Кого ты там? Че ты? Че ты? А? Так, а я не пробежал мимо-то дорожного указателя Так, вот тут вот живет тот самый чувак Который во всем виноват был Он все еще здесь, нет? А, он в маяке, наверное Я не помню точную историю Я помню, что здесь все было плохо Тут были всякие призраки и тому подобное И из-за того, что этот чувак что-то сделал И из-за этого люди умерли Короче, что-то такое Вот-вот дорожный указатель Так, второй, 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 второй Геральт, второго сразу Еще есть? Еще Все подтянулись Блин, еще и мимо, да, будем бить? Ух там, горит гарпия Я ждал, чтобы контратаковать Еще есть, что ли? Где? А, все Не дали спокойно воспользоваться быстрым перемещением Козлы Так, подожди, а это? А, да, вот, все Да-да-да А, сверху лучше или снизу? Нет, сверху какая-то дорога извилистая Так что пойду снизу Не, сверху пойду Поизвести ли дороги интереснее Приключенческая такая дорога получается О, и как раз На этом можно будет закончить серию Просто когда Ролик больше часа Хотя бы на Секунду, блин То все Он Обрабатывается гораздо дольше Ютубом А когда у тебя хотя бы на Секунду меньше часа Ролик Тогда он обрабатывается Ютубом быстрее Поэтому нужно укладываться в час Ну, в смысле Секунда плюс-минус Но я стараюсь О, у меня две минуты осталось Чтобы уложиться Давай быстрее, Геральт Быстрее, 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 быстрее Да где ты, Козлина? Блин, куда ты пошел? Где этот? Кому там квест отдать? А вот и мать Приветствую, путник Здорово, здорово Держи Я нашел украденный рог И убил воров Досадно Люди-то были не злые Они не оставили мне выборы Как насчет награды? Возьми И в следующий раз Убивай лучший чудовищ Я убиваю тех Кто на меня нападает С желанием убить Я даже с троллем скальным Смог договориться А с твоими этими Неплохими людьми Чего-то у меня не получилось Блин Так, а вот Вот все Все успел Прямо идеально Друзья, надеюсь Вам понравилось Если вам понравилось То обязательно ставьте лайк Если вы еще не подписаны На мой канал То обязательно Подпишитесь, комментируйте Нажимайте на колокольчик Ведь ваши действия Очень сильно помогут Развитию канала А с вами был Джекман Желаю всем всего Самого наилучшего До новых встреч